Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Александр Ксенофонтов, настоящий лидер, представитель индустрии МЛМ. И сегодня мы поговорим о очень важной теме, о том, почему у некоторых новичков получается, а у других нет. Привет! Привет, Александр! Ну, я так понимаю, вопрос такой злободневный, да? Люди задаются вопросами, почему у одних получается, а у других не получается. Хотя, по сути, занимаются одним и тем же делом. Ну, это реальные вопросы, и это проблематично, потому что такие темы касаются, по сути, это не только бизнес, это вообще жизнь. В жизни у нас порой, с детства, когда мы начинали только жить, у одних быстро получалось ехать на велосипеде, езда, у других нет. Кто-то научился в жизни плавать, кто-то не научился. То есть, в чём суть? Кто-то остановился перед трудностями, они его остановили, испугался. А кто-то продолжал упорно, настойчиво добиваться каких-либо результатов. Скорее всего, всё зависит от поставленных целей. Наверное, всё зависит от того, с какими претензиями человек пришёл в этот мир, чего он хочет. Одни люди явно представляют картину своей жизни, а другие люди даже и не задумывались, как оно должно быть. Они берутся за всё, они пытаются копировать чьи-то поступки, чьи-то действия, и у них не получается, и они думают, что это не его. Хотя, по сути, есть предназначение. Одни люди, им дано быть в этой жизни богатыми, другим не дано. Дано понимание, нет понимания. И поэтому некоторые рождаются в бедной семье, но им нужно пройти путь, и они не сдаются. Другие рождаются в богатой семье, им по наследству передаётся богатство, они его проматывают и становятся бедными. То есть это целый замысел, целый путь. Мы должны настолько быть наблюдательны за тем, что нас окружает, вокруг нас подсказки, их очень много, мы должны различать эти подсказки. Но кто-то внимательный, а кто-то невнимательный. Вот, вероятно, получается у очень внимательных людей, а не получается у тех, которые даже собой не могут наблюдать. А как же всё-таки можно правильно поставить цель, как понять, чего тебе хочется, и как это приобщить к ведению именно сетевого бизнеса? То есть как узнать свою цель в сетевом бизнесе, так, чтобы эта цель тебя действительно мотивировала, и чтобы получить максимальную эффективность от ведения своей деятельности? Ну, как поставить цель? Во-первых, кроме человека, никто не знает, чего он хочет. Человек должен реально сесть и представить, какую сумму он хочет, сколько денег он хочет, за счёт чего он хочет, чтобы это произошло. Если у человека всё нормально с совестью, тогда он окружать будет себя людьми, которым он будет полезен. Потому что не секрет, что вся экономика, она основана на том, что есть товар, есть деньги. Нет товара, нет денег. То есть идёт обмен деньги, товар, деньги. Поэтому никогда не происходит чего-то так из пустоты. Конечно же, человек должен понять, ну это как мы приходим в автосалон, и нас менеджер встречает и спрашивает, то есть какую модель вы хотели бы посмотреть. Мы начинаем ходить непонятно, мы подходим к кроссоверам, мы подходим к джипам, мы подходим к седанам, коммерческим автомобилям. И тогда у менеджера глаз намётан, он понимает, мы сами не знаем. Мы просто зашли, так праздно, может быть, я не знаю, дождь переждать, может быть, там, я не знаю, под кондиционером вдруг подостыть. И профессионалы понимают, что этот человек сам не знает, чего он хочет. Он задаёт вопросы, но ему никто не отвечает на эти вопросы очень старательно, и люди обижаются, потому что человек, прежде всего, сам должен подавать сигнал и сигнализировать, что ты что-то ищешь. То есть мы в жизни должны послать сигнал, чего конкретно мы хотим. Если мы хотим достичь успеха в MLM, мы должны понимать, что сетевой маркетинг – это индустрия сети. Индустрия не прямых продаж, а индустрия сети. Пусть то сети продавцов, которые ты будешь управлять, но прежде чем управлять, надо организовать, прежде чем организовать, надо знать методику обучения этих продавцов. Продавцы должны правильно присоединяться, продавцы должны знать методы этичных подходов, этики общения с людьми, чтобы не писали, не было вывесок, не заходить, сетевой маркетинг не предлагать и не заходить с прямыми продажами представителям. Потому что была нарушена этичная норма, была нарушена методика присоединения к личности. Поэтому, конечно, просто некоторые компании, либо некоторые менеджеры ставят за свою цель любыми путями заработать как можно быстрее деньги, потому что пока я молодой, мне очень сильно надо, я нуждаюсь, потому что женился. А дальше эти отношения мне не интересуют, потому что я буду богат и будет все. Но богатство, за богатством в дальнейшем нужно ухаживать, за богатством нужно, автомобиль нужно обслуживать, богатство нужно обслуживать. А не забывают, что построив дом, купив автомобиль, тебе придется ухаживать за домом, тебе придется гардероб свой, я не знаю, менять раз в год, либо кто в полгода, кто в два года. Себе нужно отслеживать тенденции рыночных предложений. А люди думают, я заработаю быстренько миллион, положу на депозит и буду получать дивиденды. Ну куда ты положишь? А вдруг банк обанкротится? Вначале знания в голову, а потом деньги в кошелек. Есть такой закон, потому что нет знаний, нет денег. Субтитры сделал DimaTorzok